И ребенка сложно остановить, он побежит под колеса и все. Речь не о машине, а всего лишь об электросамокатах. Дорожные войны самокатчиков и пешеходов развернулись и в парке Изумрудный. Я просто уже не раз видела, как столкновение было. Ну и как бы задевались за людей, и люди были недовольны. Слава богу, обходится все без каких-то происшествий, потому что как они гоняют на самом деле. Все это видят, что скорость неприемлемая, и здесь у нас велопешеходная дорожка, по которой нужно двигаться аккуратно, строго разделено по полосам, и нужно с уважением друг к другу относиться. Еще два года назад руководство парка начало вести беседу с владельцами кикшеринговых компаний, которые сдают самокаты в аренду. В Изумрудном просили ввести ограничения по скорости 5 км в час, чтобы самокатчики передвигались на одном уровне с пешеходами. Длительная переписка была, мы просили их, чтобы они сделали ограничения. То есть так можно сделать, что в системе автоматически блокировалась скорость в парке именно. Но не получили какого-то ответа, потому что они мотивировали тем, что если мы скорость снижаем, то самокат может падать. И это неудобно будет для самокатчиков. А тем временем в Барнауле продолжает расти число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. С начала этого года в городе зафиксировали 675 нарушений ПДД среди самокатчиков. Власти были вынуждены объявить улицу Молотобольскую, свободной от электросамокатов, от проспекта Социалистического до Ленинского. Самокаты, которые барнаульцы берут в аренду, в этой зоне просто неактивны. Тех, кто захочет проехать здесь на своем электросамокате, ждет штраф 800 рублей. Такие же правила будут действовать и в Изумрудном с 1 августа. Госавтоинспекция Барнаула вышла с инициативами в администрацию города об ограничении скорости движения СИМ и его запрета путем установки дорожных знаков 3.35 в местах вступления граждан, где самокаты представляют опасность для пешеходов. Мы считаем, что ограничение скорости движения СИМ в парках города будет способствовать снижению количества происшествий с их участием. Скоро в парке появятся знаки, а сотрудники ГАИ будут проводить рейды. Тут надо учитывать все мнения самокатчиков, которые здесь катаются, и посетителей парка, конечно, надо учитывать мнения. Надо как-то цену искать, чтобы можно было и тем нормально, и нам, пешеходам, тоже нормально было бы. Раз не соблюдаются дорожки, детишек много маленьких, то, наверное, это больше безопасности. Если бы все правильно соблюдали велосипедные дорожки, то все бы катались спокойно. Сегодня в Барнауле продолжают прививать культуру езды на электросамокатах, и чтобы их не раскидывали, где попало, в городе начали наносить разметку для стоянки самокатов. Такие уже появились на проспекте Ленина 82 и 102В, на улице Молодежной 15 и 29В, также на площади Победы 1 и 3. Что касается перспектив, в госавтоинспекции намерены и дальше предлагать инициативы по увеличению числа территорий, свободных от электросамокатов. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.